Вы слушаете чтение Библии. 28 июля. Четвертая книга царств с 20 по 22 главы. Глава 20. В те дни заболел Езекия смертельный, и пришел к нему Исаия, сын Амоса, пророк. И сказал ему, — Так, говорит Господь, сделай завещание для дома Твоего, ибо умрешь Ты и не выздоровеешь. И отворотился Езекия лицом своим к стене и молился Господу, говоря, — О, Господи! Вспомни, что я ходил пред лицом Твоим верно и с преданным Тебе сердцем, и делал угодное в очах Твоих. И заплакал Езекия сильно. Исаия еще не вышел из города, как было к нему слово Господа. Возвратись, и скажи Езекии, владыке народа моего, так говорит Господь Бог Давида, отца Твоего. Я услышал молитву Твою, увидел слезы Твои. Вот я исцелю Тебя. На третий день пойдешь в дом Господен и прибавлю ко дням Твоим пятнадцать лет, и от руки царя Ассирийского спасу Тебя и город этот, и защищу город этот ради себя и ради Давида, раба моего. И сказал Исаия, возьмите пласт смокф. И взяли, и приложили к нарыву. И он выздоровел. И сказал Езекия Исаии, какое знамение, что Господь исцелит меня, и что пойду я на третий день в дом Господен. И сказал Исаия, вот тебе знамение от Господа, что исполнит Господь слово, которое он изрек. Вперед ли пройти тени на десять ступеней или воротиться на десять ступеней? И сказал Езекия, легко тебе не подвинуться вперед на десять ступеней. Нет, пусть воротится тень назад на десять ступеней. И воззвал Исаия пророк к Господу и возвратил тень назад на ступенях, где она спускалась по ступеням Ахаза на десять ступеней. В то время послал Беродах Баладан, сын Баладана, царь Вавилонский, письма и подарок Езекии. Ибо он слышал, что Езекия был болен. Езекия, выслушав посланных, показал им кладовые свои, серебро и золото, и ароматы, и мази дорогие, и весь оружейный дом свой, и все, что находилось в сокровищницах его. Не оставалось ни одной вещи, которой не показал бы им Езекия в доме своем и во всем владении своем. И пришел Исайя, пророк, к царю Езекии и сказал ему, что говорили эти люди и откуда они приходили к тебе? И сказал Езекия, из земли далекой они приходили, из Вавилона. И сказал Исайя, что они делали в доме твоем? И сказал Езекия, все, что в доме моем они видели, не осталось ни одной вещи, которой я не показал бы им в сокровищницах моих. И сказал Исайя Езекии, выслушай слово Господа. Вот придут дни, и взято будет все, что в доме твоем, и что собрали отцы твои до этого дня в Вавилон. Ничего не останется, говорит Господь. Из сынов твоих, которые произойдут от тебя, которых ты родишь, возьмут, и будут они евнухами во дворце царя Вавилонского. И сказал Езекии Исайии, благо слово Господа, которое ты изрек. И продолжал, да будет мир и благосостояние во дни мои. Прочие об Езекии и о всех подвигах его и о том, что он сделал пруд и водопровод и провел воду в город, написано в летописи царей иудейских. И почил Езекии с отцами своими, и воцарился Моносия, сын его, вместо него. Глава двадцать первая Двенадцати лет был Моносия, когда воцарился и пятьдесят лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его — Хефциба. И делал он неугодное в очах Господних, подражая мерзостям народов, которых прогнал Господь от лица сынов Израилевых, и снова устроил высоты, которые уничтожил отец его Езекия, и поставил жертвенники Ваалу, и сделал Дубраву, как делал Ахав, царь израильский, и поклонялся всему воинству небесному и служил ему. И соорудил жертвенники в доме Господнем, о котором сказал Господь, «В Иерусалиме положу имя мое». И соорудил жертвенники всему воинству небесному на обоих дворах дома Господнего, и провел сына своего через огонь, и гадал, и ворожил, и завел вызывателей, мертвецов и волшебников, много сделал неугодного в очах Господа, чтобы прогневать его. И поставил истукан Астарты, который сделал в доме, о котором говорил Господь Давиду и Соломону, сыну его, в доме этом и в Иерусалиме, который я избрал из всех колен израилевых, я полагаю, имя мое навек, и не дам впредь выступить ноге израильтянина из земли, которую я дал отцам их, если только они будут стараться поступать согласно со всем тем, что я повелел им, и со всем законом, который заповедал им раб мой Моисей, но они не послушались. И совратил их Моносия до того, что они поступали хуже тех народов, которых истребил Господь от лица сынов израилевых. И говорил Господь через рабов своих пророков, и сказал, за то, что сделал Моносия, царь иудейский, такие мерзости, хуже всего того, что делали Амареи, которые были прежде него, и ввел Иуду в грех идолами своими. Зато, так говорит Господь, Бог израилев, вот я наведу такое зло на Иерусалим и на Иуду, о котором кто услышит, зазвенит в обоих ушах у того. И протяну на Иерусалим мерную верфь Самарии, и отвез дома Ахавова, и вытру Иерусалим так, как вытирают чашу, вытрут и опрокинут ее. И отвергну остаток удела моего, и отдам их в руку врагов их, и будут на расхищение и разграбление всем неприятелям своим за то, что они делали неугодное в очах моих, и прогневляли меня с того дня, как вышли отцы их, из Египта и до сего дня. Еще же пролил Моносия и весьма много невинной крови, так что наполнил ею Иерусалим от края до края сверх своего греха, что он завлек Иуду в грех делать неугодное в очах господних. Прочие о Моносии и обо всем, что он сделал, и о грехах его, в чем он согрешил, написано в летописи царей иудейских. И почил Моносия с отцами своими, и погребен в саду при доме его, в саду уззы, и воцарился Аммон, сын его вместо него. Двадцати двух лет был Аммон, когда воцарился, и два года царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Мишулемеф, дочь Харуца из Ядбы. И делал он неугодное в очах господних, так, как делал Моносия, отец его, и ходил той же точно дорогой, которой ходил отец его, и служил идолам, которым служил отец его, и поклонялся им, и оставил Господа, Бога отцов своих, не ходил путем Господним. И составили заговор слуги Аммона против него, и умертвили царя в доме его. Но народ земли перебил всех бывших в заговоре против царя Аммона, и воцарил народ земли Иосию, сына его, вместо него. Прочие об Аммоне, что он сделал, написано в летописи царей иудейских. И похоронили его в гробнице его, в саду Уззы, и воцарился Иосия, сын его, вместо него. Глава двадцать вторая Восьми лет был Иосия, когда воцарился, и тридцать один год царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Иедида, дочь Адаии из Бацкафы. И делал он угодное в очах господних, и ходил во всем путем Давида, отца своего, и не уклонялся ни направо, ни налево. В восемнадцатый год царя Иосии послал царь Шафана, сына Ацалии, сына Мишулама, песца в дом господен, сказав, «Пойди к Хелке и первосвященнику. Пусть он пересчитает серебро, принесенное в дом господен, которое собрали от народа, стоящие на страже у порога. И пусть отдадут его в руки производителям работ, приставленным к дому господнему, а эти пусть раздают его работающим в доме господнем на исправление повреждений дома, плотникам и каменщикам, и делателям стен, и на покупку деревьев, и тесанных камней для исправления дома. Впрочем, не требовать у них отчетов серебря, переданном в руки их, потому что они поступают честно». И сказал Хелкея, первосвященник, Шафану, песцу, «Книгу закона я нашел в доме господнем и подал Хелкея книгу Шафану. И он читал ее. И пришел Шафан, песец, к царю, и принес царю ответ и сказал, «Взяли рабы твои серебро, найденное в доме, и передали его в руки производителям работ, приставленным к дому господнему. И донес Шафан, песец, царю, говоря, «Книгу дал мне Хелкея, священник». И читал ее Шафан пред царем. Когда услышал царь слова книги закона, то разодрал одежды свои. И повелел царь Хелкеи, священнику, и Ахикаму, сыну Шафана, и Ахбору, сыну Михеи, и Шафану, песцу, и Асаии, слуге царскому, говоря, «Пойдите, попросите Господа за меня и за народ и за всю Иудею о словах этой найденной книги, потому что велик гнев Господен, который воспылал на нас за то, что не слушали отцы наши слов книги этой, чтобы поступать согласно с предписанным нам». И пошел Хелкея, священник, и Ахикам, и Ахбор, и Шафан, и Исаия, колдами пророчицы, жене Шалума, сына Тиквы, сына Хархаса, хранителя одежд. Жила же она в Иерусалиме во второй части, и говорили с ней. И она сказала им, «Так говорит Господь Бог Израилев, скажите человеку, который послал вас ко мне, так говорит Господь, наведу зло на место это и на жителей его». Все слова книги, которую читал царь Иудейский. «За то, что оставили меня и кадят другим богам, чтобы раздражать меня всеми делами рук своих, воспылал гнев мой на место это и не погаснет». «А царю Иудейскому, пославшему вас вопросить Господа, скажите, так говорит Господь Бог Израилев о словах, которые ты слышал, так как смягчилось сердце твое, и ты смирился пред Господом, услышав то, что я изрек на место это и на жителей его, что они будут предметом ужаса и проклятия, и ты разодрал одежды свои и плакал предо мною, то и я услышал тебя, говорит Господь, за это вот я приложу тебя к отцам твоим, и ты положен будешь в гробницу твою в мире и не увидят глаза твои всего того бедствия, которое я наведу на место это». И принесли царю ответ. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok